Ну а у нас в студии подробностей появились два политика, Нестор Шуфрич и Виталий Ковальчук. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Поговорим мы с вами немногим позже. Я хочу, чтобы вы вместе с нами прослушали аудиозапись из интернета. Она появилась перед выборами. Вы ее наверняка слышали, как и наши зрители. Давайте напомним, как делили округа Игорь Коломойский и Давид Жвани. Прошу. Ну, 59 поехало. А 49? Ну, 49 и 50, 50 уже полностью поехало. Там все уже. Да. А 59? Ну вот 59 сейчас. И еще какой? 49 и 52. 49 и 50 уже решено все. Да. Осталось теперь 52 и 59. 52 и 59. А что ты так тяжело дышишь? Да, я просто сейчас смотрю, кто же там у нас этот, скажем, его кандидат. Мы тебе напишем. Напишите. Давай. Не пошел на без вас. Ну, смотри, но 59 я отпускают уже. Ну, хорошо. И останется 52 и героический поступок. Хорошо. А скажи мне, а по Наташке там где-то по 47-му что-то? Я сейчас тебе и по нему сброшу. Есть, хороший там такой парень вообще-то даже наполовину грузил, кстати говоря, по маме. Кто? По маме. Сейчас сброшу. Брось. Причем, приходишь, я тебе скажу, еще и мерил. Ахренеть, сбрасывай. Давай. Напомнили. Вы обратили внимание, что прозвучали все, это предвыборная запись, сделанная за несколько дней до выбора. Вы обратили внимание, звучали те округи, на которых сейчас проблема с подсчетом голосов. Вы не случайно здесь появились в паре, как представитель партии власти, как представитель оппозиционного блока. Как вы можете прокомментировать то, что услышали, то, что сейчас происходит именно на этих участках? Кто хочет начать? Виталий Ковальчук или... Я думаю, корректно было бы прокомментировать представителю власти, потому что по имеющейся у нас информации не только Днепропетровский губернатор и один из главных координаторов выборов провластного блока Давид Жваня, а это один из лидеров коалиционного большинства, а еще и один из поставленных сотрудников администрации президента Березенко давали прямые указания по имеющейся у нас информации, которую мы сейчас проверяем, не читая, а то, в свою очередь, Продиусу, о том, чтобы иски, которые будут подаваться из Донецкой области, это сегодня юрисдикция Запорожского административного суда, чтобы принимались в пользу провластных кандидатов. Давайте дадим слово Виталию Надольевичу, что это все-таки камень ваш город по поводу Березенко. Вы можете прокомментировать? Я хочу сказать наступное, что я не бачу тут какого-то камня в нашу сторону, потому что вы демонстрировали просто приватную разговору двух осіб, которые не имеют никакого отношения к организации выборчого процесса, принаймні, с боку блока Петра Порошенко. И будь-які закиды с приводу того, что выкорствовался админресурс, не имеют под собой будь-яких подстав, потому что все спостерегачи международные и все европейские страны, в том числе Россия, вызнала, что выборы отбились, а выборы отбились честно, демократично и прозоро. И впервые в истории Украины без выкористания админресурсов. Ну, это в общем, но единичные случаи на местах возможны или нет? Я не говорю о том, что это было обязательно админресурсов, это могут быть усилия какого-то одного из кандидатов. Я извиняюсь, как назвать ситуацию, когда нам примерно 50-й округ заходят военные, просто проводят работу, после этого явка поднимается до 50%, как раз в том округе, где на президентских выборах была явка 17%, а средняя по всем соседним округам около 30%. И потом оказывается, что именно на это количество голосов побеждают кандидаты от оппозиционного блока. Герои Украины Байсарова, который всю жизнь там работал, директор шахты, на которой работают около 10 тысяч человек, которые однозначно пришли и за него проголосовали. То есть это абсурд. На другом округе уже есть протоколы с мокрыми печатями, уже даже фиксируются в электронном варианте результаты выборов. Вдруг приходят люди говорят, прекратите это все делать, мы требуем остановить, потому что мы хотим, чтобы победителем был наш кандидат. Но нельзя это делать с автоматом в руках. И это уже прямая, Виталий, извиняюсь, это прямая ответственность власти. Сегодня вы несете ответственность за то, чтобы выборы в стране были честными. И тем более в округах, где выиграли представители оппозиции, я думаю, что вы должны быть максимально внимательны и сдержаны в том, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений по поводу общих результатов этих выборов. И, конечно же, у нас есть результаты, зафиксированные в оригиналах с мокрыми печатями участковой комиссии, а это база для любого подсчета. И это очень важно. Вот здесь копии всех решений участковой комиссии, которые подписали ваши представители, кстати. Я хочу заметить наступное, что будь-якие взвинувачения с приводу каких-то маніпуляций в процессе, а принаймні, в час подрахунки голосов, они должны быть объективными и достоверными. И в случае, если есть какие-то певные факты, то, безумно, их можно сказать или в Центральной выборочной комиссии, или в судовом порядке, что до этого мы закликаем наших политических оппонентов. Это первое. По-друге, я хочу также отметить, что представители бывшего режима Януковича на том 60-м округе наразе торпедуют победу кандидата ВІДЛОКу Петра Порошенко, когда, безумно, пан Лобинец выиграл выборщую кампанию, но с боку пана Роженкова и у вас сейчас действие, которые хотят поставить под сумнів реальное волеволение громадян. Кроме того, хочу отметить еще один из таких проектов 207-го округа, где, переконно, выиграл представник Блоку Петра Порошенко Евграфов. Но вместе с тем, славно, естественно, генерал Тушок Рибаков сейчас пытается, шляхом блокирования деятельности выборочной комиссии, або пытается перерахнуть голосов результаты выборов. Поэтому мы на все эти случаи реагируем. Поэтому я хочу зазначитесь, нагадать, что на минулому тижне президент Украины Петро Порошенко подписал соответствующий закон, который посвятил криминальную ответственность за преступление выбора законодательства. Ну, будем надеяться на исполнение этого закона, господа, я вижу, что вам есть. Поэтому здесь все не так просто. А вот копии, оригинал находится в Запорожском суде. Ну, Нестер, я хочу знать, что сегодня коалиція нынешною в Верховной Раде. Я хочу замена. Коперене, коперене, він будет ценом вашей коалиції. Господа, извините, я вижу, что вам есть о чем поговорить, но, к сожалению, уже вне эфира. Спасибо, что пришли. Это были Нестер Шуфрич и Виталий Ковальчук. И очень надеюсь на честный подсчет голосов. Но это уже вопрос, наверное, не к вам.